Всем привет! Лидер боевиков ДНР Денис Пушилин на днях давал интервью под контрольным СМИ. И в этом интервью, помимо прочего, он объявил, что призыв жителей Ордло в так называемую народную милицию, ну или говоря попросту в ряды боевиков, будет год от года только нарастать. А в будущем боевики будут принуждать служить в своих формированиях всех молодых людей, проживающих на подконтрольной им территории. Призыв был всего 200 человек, сейчас это 300 человек. Он будет расти, потому что все молодые ребята, которые достигают призывного возраста, должны проходить службу в армии. И мы к этому стремимся. В принципе, это не сенсация. О введении всеобщей воинской повинности боевики говорят уже давно. И они давно уже не скрывают, почему они будут вынуждены это сделать. Потому что желающих рисковать жизнью в этой абсолютно бессмысленной войне, которая длится восьмой год, становится все меньше. Если поначалу там приходили еще какие-то идеалисты, которые верили, что эта война идет за какие-то идеалы, то сейчас уже всем очевидно, за что она идет. Никто просто так идти за эти несчастные 18 тысяч российских рублей гнить в окопе не хочет. Это понятно. Поэтому, конечно, все меньше и меньше людей идут в эти формирования служить добровольно. И у них остается только один выход. Заставлять людей насильно грести всех, на кого они смогут дотянуться, насильно их туда вербовать. Кроме того, есть еще одна причина, по которой они будут вынуждены перейти к этому всеобщему принуждению. Они ее не афишируют. Но эта причина тоже понятна. Они хотят просто всех жителей Ордло сделать соучастниками, сделать по сути преступниками. Потому что служба в этих незаконных вооруженных формированиях это преступление. Для того, чтобы просто препятствовать выезду людей с той территории. Чтобы людей привязать к этой местности, чтобы их там заблокировать, чтобы никто не мог уехать. Потому что, как мы видим, во всех цивилизованных странах арестовывают людей, которые служили в этих формированиях. И более того, я не говорю даже про западные страны, про Европу. Даже союзники России, по таможенному союзу, Казахстан, Беларусь, арестовывают и сажают людей, которые побывали в этих формированиях. Даже там их сажают. Например, недавно было опубликовано в сети совершенно феерическое видео, где бывший ополченец рассказывал с грустью, как он съездил в Беларусь. И там на два года присел в тюрьму за участие в незаконных вооруженных формированиях. Я ехал в Беларусь, познакомился по интернету, съездил, типа, жениться. У меня республика Беларусь посадили. 361-я часть первая. Два года решения свободы за то, что воевал в Донецке и в Сирии. То есть замысел понятен. Когда человек служит в этих формированиях, он становится преступником для всего цивилизованного мира и ему закрыт выезд во все нормальные государства. Он может дальше курсировать только по РФ и где-то там в этой же Ордло находиться. То есть они таким образом хотят воспрепятствовать выезду людей в Украину, в Европу, как бы повязать, всех повязать. То есть ты получаешь клеймо. Все, ты был уже в этих формированиях, ты преступник для всего мира. То есть они преследуют еще и такую цель. Да, они об этом не объявляют, но это очевидно и понятно для всех. Поэтому, друзья, в этой ситуации можно дать жителям Ордло только один совет. Уезжайте оттуда. Уезжайте оттуда, пока еще это стало возможным. Пока они не закрыли вообще выезд и в Россию в том числе, как они уже закрыли выезд в Украину под предлогом пандемии. Да, но мы понимаем, что это только предлог. И они завтра под этим же предлогом могут вообще запретить людям свободный выезд с вот этой вот территории. Поэтому пока есть такая возможность, уезжайте оттуда. Иначе завтра может быть просто поздно. Это совет всем людям, всем, кто там еще находится, кто там еще живет. Просто покиньте эту территорию. В нынешней ситуации, пока там сохраняется власть вооруженных людей, у этой территории нет будущего. Друзья, я думаю, эту информацию важно распространить. И особенно важно донести до всех, кто на этой неподконтрольной территории живет. Поэтому давайте максимально поделимся этим видео. Подписывайтесь на канал. Ну а если вы считаете, что я делаю правильную работу, что мои видеоблоги полезны и нужны, вы можете также поддержать мой канал по тем реквизитам, которые указаны в описании к этому ролику. Продолжение следует...